Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Андрей Лоскович, компания Гарант Ремонт. И сегодня у нас будет обзор красивого проекта, классика в современном стиле. Поехали! Итак, друзья, это у нас частный дом. Ремонт осуществляли по дизайн-проекту. Наталья Лицкевич проводила работы по дизайну. Дом уже был жилой. Вторичное жилье мы его полностью переделали, делали в нем ремонт. Начинали со второго этажа, по желанию заказчика. Я скажу так, было так правильно, чтобы сверху вниз у нас мусор весь выходил. Чтобы не получилось так, что сначала сделали внизу красоту, а потом все это дело за время ремонта затягали. Вот, сейчас мы находимся в коридоре. Сейчас мы находимся в коридоре. Покажем вам два помещения сегодня. Это будет у нас крутая спальня и не менее красивая ванная комната. Погнали! Итак, друзья, что делалось по ремонту? Начинали мы снизу вверх, ну, либо сверху вниз, это уже не принципиально. Доска у нас, вот, как видим, это у нас доска, она уже лежала, наверное, с самого начала ремонта. Мы ее ошлипали, циклевали, ну, скажем так, восстановили. По мне получилось очень красиво, доска обновилась и практически как новая у нас стала. Стены были у нас обои? Положим? Была крошка. А, точно. Вот, по стенам у нас была нанесена крошка, которую мы счищали. Кстати, были моменты, когда она счищалась очень хорошо, были моменты, когда не очень. Ну, настраивались мы в работе, конечно же, надевали, но получилось довольно-таки быстро ее счистить. Заказчики выбрали декоративку, это у нас мармарина с трафаретами. Трафареты изготавливались на заказ, на самом деле было трудности их раздобыть, там была у нас заминка по времени, вот, по этим трафаретам, но получилось очень красиво. Декор вообще получился обалденно, чем-то похож на травертил. Потолки у нас были натяжные, немножко в таком старом стиле, уже их заказчики захотели поменять. Сделали мы обычные белые с плинтусами Европласт. Точно так же есть у нас чердачный люк, правильно. Чердачный люк, который мы перенесли, он был у нас над лестницей, но там очень большая высота, неудобно подниматься, опасно, вот, и пожелание было у заказчика такое, чтобы перенести его в эту зону. Перенесли, обыкровали небольшими молдингами, получилось тоже у нас красиво. Вот, по дверям. Двери эти тоже были уже давно установлены, они были кричневцей, да, по-моему, что-то такое был цвет. Вот, зачистили, все обработали, покрыли белый цвет, как новый. Фурнитура, кстати, уже стоит очень давно, он был сохранен в свой внешний вид, презентабельный, не отличишь, как будто бы сейчас куплено в магазине. Итак, друзья, дверь в спальню, у нас широкие доборы, это, я всегда считаю, что это лучшее решение в ремонте, независимо, входная дверь, либо межкомнатная, поскольку дверной добор сделан у нас, ну, грубо говоря, из дерева, МДФ и так далее, вот, он у нас окрашен и очень легко убирается, потому что, когда откос все же просто окрашенный, то на краске всегда, когда ты что-то убираешь, остаются какие-то разводы, там, пятнышки и так далее. Вот, это практичное решение, берите на вооружение и всегда делайте именно так. Наличник у нас изготавливался новый на производстве, вот, получилось очень-таки достойно. Итак, друзья, в дизайне у нас направление современная классика, изначально здесь были потолки натяжные, цветные, что-то зеленое, бирюзовое, два яруса, вот. Вот, пожелание заказчика было сделать все по-современному, скажем так, просто в один уровень потолки. Везде у нас плитуса, дорогий Европласт, вот, хорошо они себя тоже у нас зарекомендовали в наших ремонтах. Что было сделано по работам? Когда демонтировали обои, мы немного подтянули низа и верха, чтобы компенсировать небольшую неровность стен. В целом, здесь стены были все, ну, хорошие, пригодные для дальнейшей работы. Вот, потели обои, сделали обрамление молдингами. Вот у нас стоит кровать, красивенная, резная, все как под классику. И около кровати у нас из молдингов изготовлены такие вот рамки. Рамки, видим, они у нас разделяют, вот у нас есть один вид обоев и в рамке у нас другой вид обоев. Понятное дело, прикроватные бра всегда не нужны, чтобы когда вечером кто-то спит, другому общий свет не мешал, можно было включить. И точно так же прикроватные тумбы. Шикарные у нас тюри шторы, очень красиво, не подсказывает хозяйка, что делала компания Марк данное решение. Очень красиво, солидно получилось. Вот у нас видим одно полотное и второе сделано в такой стяжке. Очень классно такая. Решение было Наталье. А, да, решение, как я сказал, опять же, было у нашего дизайнера Натальи Митцкель. Молодец. Вот, как всегда, делаем скрытый карниз под шторы. Обходим его мы клинтусом, нишу там все-таки красим. Итак, друзья, как и положено в спальной комнате, кто-то приветствует такие решения, кто-то нет. Но большинство людей все-таки есть в спальной комнате телевизор. Здесь у нас тоже расположилась своя зона напротив кровати, чтобы было удобно что-то смотреть. Вот, данная тумба тоже изготавливалась на заказ под основную мебель. Вот, обрамление у нас из молдингов. Точно так же красивые обои, такие же, какие на противоположной стене, все в одном дизайне. Вот, большой здоровенный телевизор заказывали мы под него специальный кронштейн, потому что очень тяжелый, порядка 60 килограмм висит сам телевизор. Вот, кронштейн заказали с запасом 80 килограмм выдержан. Здесь у нас еще будет небольшая доработка, чтобы эти провода нам скрыть в процессе изготовления. Вот, чуть-чуть похоже. Все это дело красиво у нас вскроется. Вот, такая получилась у нас спальная комната. Если вам все же понравилось, ставьте нам лайк за выполненную работу. Итак, друзья, и самое главное, что забыл, я упомянусь, что все в этом ремонте практически привезено из Италии. Мебель, освещение, обои. Итак, друзья, двигаемся дальше в нашу шикарную ванную комнату. Итак, друзья, это у нас шикарная ванная комната. В ней мы совместили два вида плитки. Крупноформатный керамогранит размером 60 на метр 20. Одна у нас пол и стена в сером исполнении, и остальные все стены в белом исполнении. Все под мрамор. Мне данное решение очень нравится. Многие уже что-то ели, но смотрите, какая вокруг красота, как это может все нам принести. По работам. Первое, что мы сделали, это провели демонтажные работы. Сбили мы всю плитку и также частично демонтировали штукатурку. Потом мы штукатурили стены, заменили все коммуникации здесь, поменяли электропроводку, заменили трубы и приступили к укладке плитки. Естественно, все плитцевали, как мы видим, все красиво. У нас расположилась сразу при входе вот такая вот шикарная столешница из искусственного камня. Это, кстати, наша сантехника, которую мы импортируем из Европы. Размер данной столешницы 1,60 м. Очень классное решение. Тубы под нее изготовлены под заказ. Под данной столешницей, как мы видим, размещается спокойно у нас полоценная туба. Вот, открывается. Здесь у нас есть небольшая такая, можно сделать карбон, можно открывающаяся, как в данном случае, и стиральная машина. Данное решение очень актуально, поскольку здесь можно свободно проводить какие-то манипуляции, процедуры, а здесь расположить какие-то баночки и так далее. По дизайну у нас были небольшие полки. Здесь изготовлены из плитки. Тоже данное решение в ремонтах очень актуально, поскольку в ванных обычно очень мало мест. Ну да, вот это у нас частный дом. Вот, кажется, здесь местно обычно хватает. Зеркало большое, практически на всю ширину, и на зеркало у нас располагается светильник. Здесь заказчики уже сделали такое небольшое увеличительное зеркало, чтобы можно было себя в крупном плане как-то рассмотреть. Как всегда, на старейшинке мы стараемся расположить хотя бы одну розетку, чтобы можно было использовать какую-то либо бритву, либо что-то зарядить, либо еще для каких-то там иных целей. Умывальник классный, из искусственного камня, уже не первый раз мы его используем в своих ремонтах. Кому нужно, пожалуйста, обращайтесь. Расположился у нас полтенцесушитель, недалеко между ванной и стиральной машиной, поскольку очень удобно, когда мы вещи достаем из стиральной машины, сразу же его вещи развесить на полтенцесушитель. По полу, кстати, у нас присутствует теплый полк. Ну, в частном доме это актуально, хотя сейчас мы увеличим пехолок. Ванная комната. По ванной комнате также присутствует полка, такая вот миша, которую мы специально выбивали в стене. Вот, чтобы можно было поставить туда шампунь, какие-то средства. Вот такая вот перегородочка стеклянная и душ, обычно открытый, просто небольшим тропиком сверху. Данное решение всегда актуально, независимо от того, какая у вас ванная комната, поскольку если у нас присутствует вот такая вот ленечка сверху, то, чтобы, когда вы мноетесь, брызги великели в разные стороны и всегда верняете такое вот решение. Под ванной экран у нас сделаны также сплитки в дизайн всего проекта. И здесь у нас одна из плиточек, как обычно, у нас ревизия, скрытая, только на момент, если вдруг что-то стучится. Здесь у нас силикончик прорежется и плиточка одна туда останется. Вот. Вытяжка вентилятор принудительной. Ее вот еще также переносили, ну, то есть она была в другом месте. Но поскольку у нас по проекту появилась инсталляция и красивый наш шкаф, вот эту снижку нам пришлось немножко смесить в сторону. По потолку у нас натяжной потолок, средственная вставка по периметру и получается у нас шесть точек освещения. Многие говорят, что там одно и две достаточно, нифига этого недостаточно. Обычно меню нужно четыре. Если обещание, ну, он большой у нас, скажем так, то старайтесь по максимуму включить. Потому что апашки, ну, не будут восприниматься красиво и серьезно, если не будет достаточно света. Будь все унылое. Итак, друзья, здесь у нас расположилась инсталляция с подвесными, с унитазом. Это унитазы, опять же, мы их импортируем сами из Европы. Унитаз Луковар из Бельгии. Инсталляция у нас от фирмы Fisse. Мы их постоянно используем, только данным производителем. Есть, конечно же, аналоги, но вы для себя выбрали именно эти, поскольку с ними нет проблем. Как с инсталляциями, так и с унитазами. Все быстро обслуживается. Если нужен унитаз, здесь крышка плавного опускания. И нижняя крышка и верхняя. Крышечка у нас тоненькая, slim. Нам быстро съемить. То есть, если нам нужно двух быстреньких снять, две кнопочки нажали. Все это быстро демонтировали. Дизайнер продумала систему хранения здесь. Вот, расположила саму инсталляцию. Вот мы ее облицевали плиткой. И расположила вот такие вот шкафы, где много всего, чего можно поставить. Вот такие вот обалденные решения в ремонте ванны частного дома. Ну и также не будет лишним продумать дизайн мебели, чтобы это смотрелось не уныло. Все-таки как-то это дело разделить. Вот как вот здесь у нас резные фасады и открытые полки. Для чего делается открытые полки в ванной комнате? Для того, чтобы можно было поставить какой-то декор. Вот, либо же, как в данном случае, автоматический освежитель воздуха. И также обычно возле унитаза размещаем гигиенический душ. То есть, здесь у нас ванная комната, где нельзя было расположить балансерное беде. Вот, и заказчики пожелали, чтобы у них был минимальный гигиенический душ. Вот такое вот решение. Вот, удобно и гигиенические процедуры какие-то провести, и помыть, если что близко сам унитаз. Вот, по плитке, как я уже говорил, керамогранит. Вот, и чтобы ремонт смотрелся завершенный, всегда проходим герметиком примыкание стен и пола, либо же потолка. Итак, друзья, и по просьбе заказчика отдельные слова благодарности нашему дизайнеру Наталье Ильцкевич за то, что она придумала вот такую вот красоту и практичность в решении данного ремонта. Так что, Наташа, большое спасибо. А вам спасибо за то, что... Что? Хотели что-то сказать? Наташа, большое спасибо. Наташа, большое спасибо. А вам, дорогие зрители, большое спасибо, что вы снимали это видео до конца. Если вам понравился этот ремонт, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, а мы и дальше для вас будем снимать еще больше красивых ремонтов. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok